Ну что, всем привет, Aukitel VPWP35, продолжение легендарных защищенных телефонов от компании Aukitel. Они в этом деле большие мастера, уже несколько лет радуют нас своими недорогими защищенниками. И вот новая модель выходит, и знаете, очень низкая цена, я прям был удивлен такой цене. Сейчас его реально можно купить примерно за 15 тысяч всего лишь, 15 тысяч рублей. И за эти деньги вы получите 11 тысяч миллиампер аккумулятор. Здесь очень большой аккумулятор. Также вы получите целых 20, точнее, ну 20 это как бы в маркетинговых таких сложениях, да, это память оперативная. Но вообще здесь 8 гигабайт оперативки, 256 встроенный, плюс на 16 гигов можно оперативу еще и расширить. Блин, за 15 тысяч я до сих пор удивлен. Как? Как? Dimensity 6100+, это уже процессор с 5G. Full HD экран, 64 мегапикселя камера, фронталка на 32 мегапикселя, да еще и батарея такая гигантская, в два раза больше, чем на обычном телефоне. Видимо, это какая-то сейчас временная скидка, потому что, ну реально, за 15 тысяч, это очень как бы, я считаю, недорого за такие характеристики-то. Ну давайте посмотрим, может тут в чем-то есть подвох. Открываю коробку, внутри лежит сам телефон, упакован уже в чехол. Да, конечно, толщина повышенная, потому что батарея больше в два раза и толщина здесь приличная. Челихол обычный, самый примитивный, силиконовый, прозрачный. Имеется вот такая вот камера, блок, шайба. О, какое необычное покрытие, как эво-коврики в машину, знаете, под ноги кладут. Такое же покрытие здесь, как эво-коврики. Типа такая, как это, соты такие, смотрите, вообще супер. Кстати, почему не делают на всех телефонах такое покрытие? Это ж очень удобно. Это и не скользко, и отпечатки вообще не остаются, и никакие царапины не видны. И это довольно прочное покрытие. И выглядит неплохо, что самое главное, по дизайну довольно интересно. Мне нравится дизайн этого телефона. Ну, может быть, я бы поработал с логотипом, как бы его сделал по-другому. Как-то тут вставка такая, мне кажется, не особо она здесь подходит. Ну, а так, в принципе, выглядит довольно классно. Даже вот эта красная надпись мне нравится, HD-камера. Супер перформанс. Хотя, знаете, это выглядит так сильно по-китайски. Супер перформанс, ультра хай, максимум. Вот это вот все в превосходительный тон такой. Ну, можно было бы даже эту надпись как-то убрать, может быть. Хотя выглядит прикольно. Что это? Это типа лазерный автофокус, две вспышки и три камеры в роли такого, как треугольник такой можно начертить здесь. Да, внешка вполне себе неплохая. Ой-ой-ой, а это зачем сделали? Привет iPhone 5s, да, со своими круглыми кнопками регулировки громкости. Так и тут. И они очень близко друг к другу находятся. Ну, прям вообще неудобно с одной переходить на другую, потому что расстояние совсем минимальное. Что-то намудрили ребята, сделали бы обычную качельку громкости и не надо было делать вот эти кругляшки. Ну, реально неудобно их вот между ними вот так вот что-то их тыкать туда-сюда. Это у нас кнопка включения, довольно удобная, в принципе, на удобной высоте, не сильно она... Подождите. Нет, поторопился. Не сильно удобно, сильно вниз они ее переместили. Это вообще уникальный случай, когда кнопка ближе к низу, чем к верху. Посмотрите. Обычно она ближе к верху находится. Ну, потому что ты телефон держишь, у тебя вот палец ложится. А здесь приходится аж вот так вот. Чуть-чуть неэргономично. И с левой стороны есть Smart Key, настраиваемая кнопка, покрашена в красный цвет, чтобы вы ее не перепутали вот с этой кнопкой, с кнопкой включения. Так, внизу Type-C разъем для зарядки, под заглушкой. Такая вот заглушечка здесь, кстати, не сильно тонкая. Не сильно толстая, точнее, тонкая. Динамик, вырез под ремешок. Так, и сверху надпись IP68. Защита от воды, от ударов, от всего усиленные чуть-чуть углы. Совсем чуть-чуть, даже нет. Ну, такой небольшой наплыв имеется. Утолщение. Микрофон. И, ну, и по сути, все. Вот так выглядит... А где сим-лоток? А, сим-лоток, вот он. Сим-лоток открывается ногтем, либо каким-нибудь специальным предметом, чтобы ногти не поломать. Потому что это все очень прочный материал. Тяжело открыть. Ну, все. Все. Снимаю пленочку. Под ней еще одна пленка защитная. Ее можно не убирать. Все как всегда. Экран плоский, без каких-либо закруглений. Даже без 2,5D закругления. Вообще полностью плоский. Полностью. Блин, ну меня радует цена. Я думаю, потом цена вырастет. Эта цена какая-то акционная, скорее всего. Так. ВП-35 инструкция идет в комплекте. Зарядка, кабель. Зарядка здесь наверняка быстрая. С выходом Type-C на 18 Вт. Кабель USB Type-C. И все. Даже нет никакой специальной иголочки, типа которой поддеть сим-лоток. Походу нет. Ну все. Комплект можно убирать. Все понятно здесь. И телефон запускаю. Зажимаю кнопку питания. И жду, когда он запустится. Ну а пока сейчас попробую как-нибудь вскрыть сим-лоток. Опачки. Смотрите, как это делается. Раз. И. Ну как же они все это делают. Прям настолько прочно. Что ж. Не откроешь обычными способами. Здесь комбинированный лоток. Сюда вставляется сим-карта. Сюда вторая. Либо вместо вот этой первой сим-карты вы ставите сюда сим-карту. А сюда уже флешку. Комбинированный лоток. Очень длинный. Ну что. Все. Все и так понятно. Еще вставить его надо постараться. Тут такой вырез здоровый. О. Все. Наконец-то. Наконец-то, ребята. Все. Я его включил. И сейчас я его разблокирую. Мне особо нравится виджет часов. На экране блокировки. Смотрите, как это выглядит. О. Какой. Блин. Почему нельзя сделать такой. Кстати, интересно. Можно его скачать на другие модели? Потому что он реально смотрится очень круто. Здоровый, крупный. Ничего лишнего. Просто все сразу видно. Телефон. Нажал кнопочку. Посмотрел, сколько время. Все. Дальше заблокировал. Офигенный виджет часов. На экране прям самое нужное. Очень удобно. Итак. Ну что ж. И, кстати, такой же виджет находится на рабочем столе. Вот. За это Аукетелю плюс. Вроде реально сделали просто, но со вкусом. На рабочем столе такой же виджет. И его можно еще походу... Нет. Он не растягивается по размеру. Он просто чуть-чуть перемещается. Думал, может, его больше можно сделать. Но походу, что нет. Вот так оставим. Вот так выглядит рабочий стол. Здесь установлен Android 14 версии. 14 Android. По сути, на голом Android. Никакой особой оболочки здесь нет. Есть беспроводные обновления. Память сейчас у меня 8 гигов без расширения. Но расширить можно на 16 гигабайт. Офигеть. Все больше и больше китайцы предлагают нам расширить оперативку. Но это чтобы можно было написать в характеристиках 24 гигабайта оперативки. Хотя по факту 8. И на 16 ты можешь ее прибавить из внутренней памяти. Ну, это уже не совсем честно, так скажем. Вот. Есть непереведенный момент здесь. Версия Android. Вот мне нравится, что версия Android 14. Свежая, классная. Телефон удобно лежит в руке. В целом, не сильно он громоздкий. Не сильно тяжелый. Сканер только чуть-чуть повыше бы перенесли. Сканер, кстати, работает нормально. Сейчас я разблокировал телефон. Бац, и все. Есть разблокировка по лицу. Тоже смотришь на телефон. Он тебя узнает. И пожалуйста. Из приложений здесь есть набор инструментов. Ну, как всегда, да. Экран здесь 6,6. 6,6 дюймов. И, к сожалению, блин, ну сколько можно? Капля, капля. Пора дырку делать в экране. 24-й год на дворе. Капля меня возвращает в какой-то 18-й год. Ну, и внизу, конечно, взлетная полоса. Большая рамка. Ну, это у большинства защищенных телефонов такая. Сейчас проблема наблюдается. Либо, если у них и такого нет, то они стоят, как правило, очень-очень дорого. Телефоны защищенные без вот этих рамок огромных. Но если человеку нужна, главное, надежность, надежность, прочность, то ему, наверное, на эти рамки будет вообще пофигу. Вообще наплевать. Тем более, телефон стоит около 15 тысяч. За такие деньги, ну, можно ему это простить. Остальной внешний вид у него неплохо. Смотрится прям как фотофлагман. Вот с этой вот шайбой. Типа в тренде пытается быть. Что мне не понравилось, то, что здесь действительно есть непереведенные моменты. Ну, они такие не критичные, но они есть. И что здесь экран 60 Гц. Ну, блин, тоже как-то не хочется уже к 60 Гц возвращаться в 2024 году, даже в защищенном телефоне. Ну, хотя бы сделали нечто промежуточное решение. Ну, 90 Гц. Ну, чтобы хоть чуть-чуть для глаза это было поплавнее. Да, вы скажете, да у айфона 15-го тоже 60 Гц. А он стоит там почти сотку в магазинах официально. А этот 15 тысяч, что ты от него требуешь? Ну, блин, хотелось бы все равно 90 Гц. Может быть, это не так важно. Может быть, наоборот, сделано 60 Гц, чтобы была лучшая энергоэффективность, чтобы он дольше работал. Кстати, экран здесь Full HD+. Не HD+, а Full HD+. Это уже хорошо, так что пиксели особо в глаза не бросаются. Это надо прям сильно-сильно присматриваться, приближать. Вот так вот примерно, чтобы какие-то пиксели могли быть видны. Так, по железу здесь Mediatek Dimensity 6100+. Вот такой процессор. По факту это очень похожий процессор на Helio G99, но только с модулем 5G. Те же самые ядра Cortex-A76 и A55. Тот же самый состав 2 плюс 6. Такая же частота. Тот же самый техпроцесс. И видеоядрышка тоже Mali-G57. То есть, ну вообще полное совпадение с Helio G99 популярным. В Antutu набирает примерно столько же, но единственное, что есть поддержка 5G. Даже вот меньше набрал у меня, чем обычно Helio G99 набирает. Обычно Helio G99 это 400-450 тысяч, ну вот этот промежуток. А этот телефон набрал у меня 375 почему-то. И всего до 37 градусов нагрелся и 1% потерял аккумулятор. А это очень хороший показатель. В наборе инструментов здесь есть lupon, уровень, шумомер, уровень, отвес, рингтон, тревога даже есть. Со вспышкой. Можно сделать максимум. Такой вот рингтон тревога. Но здесь нет никаких супер крутых динамиков. Нет, здесь вот просто динамик внизу обычный, стандартный. Никаких там дополнительных таких, типа как колонок здесь нет. В принципе, телефон сам по себе он простой. Он реально простой. Просто он защищенный, защищенник с большим аккумулятором. И с более-менее нормальным процессором, который не лагает, не тормозит и с которым можно походить там какое-то еще время. Скорость памяти здесь, кстати, небольшая. И я был удивлен, почему здесь 251 мегабайт на чтение, 198 на запись. Это соответствует какому-то стандарту там EMC 5.1. То есть это даже на UFS там 2.1, 2.2 не тянет. Память здесь какая-то медленоватая. NFC-модуль здесь присутствует. Можно пользоваться бесконтактной оплатой. Все это настроите и будете пользоваться. Мультитач. С мультитачем все шикарно. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 касаний одновременных вообще легко поддерживает и ничуть не лагает. И тест на троттлинг. Здесь я немножко удивился. Думаю, блин, ну почему ты троттлишь? Все-таки это энергоэффективный проц на 6 нанометрах холодный. Но троттлинг 20%. Обычных, еле уже 99, троттлит меньше. Но здесь все-таки деменности 6100. Может быть, отвод тепла плохой из корпуса. Потому что вот этот пластик, наверное, не дает нам как-то отвести тепло. Там как в бане все получается. Вот. Но зато это такое приятное покрытие на ощупь, ребята. Это просто самое, наверное, практичное покрытие. Блин. Реально классная тема. Сделать телефоны с таким же покрытием. Я думаю, это не очень будет дорого производителю. Но это очень... Это практически неубиваемая поверхность. Вот реально. Но единственное, что мне кажется, что вот в эти соты может со временем какая-нибудь грязь забиваться. Да? Может быть, его надо будет как-то мокрой тряпочкой промывать. Потому что здесь такие как бы эти выемки. И типа туда может какая-то грязь забиваться. Вот она игра в PUBG. Пожалуйста, спокойно им можно поиграть. Довольно неплохие игровые возможности у этого телефона за свои деньги. Да, ничего не такого сверхъестественного. Но вы будете с комфортом играть в обычные игры. Это мой кореш. Мой кореш. Из моей команды. Так. Ну что там? Ой, один приехал, что ли, на этом Тарантасе. Тарантасе. Ой, кто-то стреляет. Блин, да, звук здесь, конечно, не самый качественный. Поставил на максимум громкости. Но звук, честно говоря, как на троечку. На троечку реально. Пищалочка даже на максималках нет. Не очень комфортно его слушать. Знаете, как раньше. Сейчас так все стараются объемность какую-то сделать. Такое приятное звучание. Здесь простой, очень звук плоский. На максималках прям раздражает слух. Так, ну что тут еще взять-то? Тут уже нечего брать по факту. Я уже все самое лучшее захапал. В общем, норм. По производительности. Нагрев, кстати, я не чувствую. Чтоб что-то там грелось. Вообще холодный телефон. Реально холодный. Итак, что по габаритам. Вес телефона составляет 360 грамм. И, конечно, он тяжелее, чем среднестатистический телефон. В два раза в среднем. Потому что обычный телефон, ну, сколько весит? 180-200 грамм. Флагманы с крутыми камерами. С этим, со стеклом с двух сторон. С металлической рамой. Они весят примерно там 230-240 грамм. Этот 360. Ну, почти в два раза больше. Длина у него 172,2 миллиметра. Ширина 81 миллиметр. И толщина 15,3 миллиметра. Значит, что по камерам. Здесь 64 мегапикселя камера основная. 2 мегапикселя макромодуль. 32 мегапикселя камера фронтальная. Протестируем. Заходим в приложение камеры. Вот так вот оно выглядит. Можно применить макро. Макро камеру ширика здесь, походу, нет. А какая камера третья? А третья камера это Night Vision камера. Ох ты! Да, это Night Vision камера. И она черно-белая. Такое тоже часто бывает в телефонах защищенных. Очень часто применяется вот эта Night Vision камера. Зачем она нужна? Это в полной темноте вы ее активируете. И что-то можете сфотографировать, рассмотреть. То есть, когда вообще глаза не видят, ничего не видят. В принципе, можно такую фотку сделать. 64 мегапикселя. Здесь вот тоже, видите, Keep Stable. Не перевели на русский язык чуть-чуть. 64 мегапикселя. Если не приближать, выглядит довольно неплохо. Но вот если начинаешь зумить, то просто поражаешься. Сколько много шумов на фотографиях. Если мы делаем фотку на фронталку 32 мегапикселя, то здесь у нас чуть попроще. И, знаете, не хватает как будто насыщенности. Немножко блекловатая фотография получается. А еще есть такой эффект четкости не по всему кадру. То есть, вот здесь вот такое чувство, что снимок более расплывчат. А где-нибудь вот здесь, вверху, как будто более четкий, что ли. Здесь лоб как будто более расплывчат. Вот здесь более как-то четко. Ну, какой-то такой, не знаю, эффект. Ну, то есть, конечно, этот телефон за свои 15 тысяч не самый лучший по фотокамере. Но, наверное, не самый худший в мире. Это уже радует. Так. Ой-ой-ой, что-то сейчас затупило. Заглючило. Да, кадры в режиме 64 мегапикселя реально очень долго делаются, сохраняются. Убрал быстро руку, поэтому смаз получился. Еще есть портретный режим. Создать гиф-анимацию можно. Эффект боке. Но он, правда, такой по кругу. Короче, круг в центре будет четкий, а вокруг круга будет все расплывчато. Тоже такой искусственный. Ну, и Night Vision. Видео снимает Full HD. В качестве Full HD. Так, 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 качество. И 2К есть еще. Но 30 кадров в секунду. Ну, короче, по камерам. Довольно примитивное устройство. И фотографируют тоже примерно на троечку. Качество звука. Максимум громкость. Ой, блин. Он еще и тихий. Вот так звучит. Все понятно. Звук тоже так не ахти. Так, я хотел посмотреть, где же все-таки эта кнопка настраивается. Кнопка, которая находится с левой стороны. Может быть, в жестах. Режим навигации. Нет, да не то. Долгое нажатие кнопки. Эта кнопка, она настраиваемая. Может быть, где-то она есть в значках. Режим игры даже есть. О, кстати, FM-радио, наверное, не будет работать без наушников. Или все-таки будет? Нет, без наушников не работает. Фонарик. Обычный фонарик, не сильно здоровый. Я все ищу, где эту кнопку настройить. Шагомер есть, кстати. Можно его использовать. Спортом заниматься и считать, сколько шагов прошел сегодня. Но все-таки где-то в настройках, наверное. Так. Тут тоже не перевели. Чуть-чуть уведомления защиток. Может, в специальных возможностях? Да нет. Ребят, как все просто оказывается. Функция. Нажимаем. И здесь умная кнопка. И все. И вот здесь вы уже можете настроить на одиночное нажатие, какое-то открытие приложения, на двойное и на длительное нажатие. Просто они его зачем-то спрятали. Аж вот сюда. Ну и аккумулятор. 11 тысяч миллиампер. Зарядка 18 ватт. Заряжаться будет, конечно, долго. Несколько часов. Потому что, ну, аккумулятор большой, а зарядка не самая, можно сказать, быстрая. Итого, что могу сказать. В целом, это один из самых, наверное, недорогих сейчас защищенников. С нормальным железом. С нормальной памятью. Который все-таки не сильно гигантский. Вот он прям на грани. Знаете, его еще можно держать в руке с таким, ну, без дискомфорта. Но при этом, если бы он чуть-чуть еще побольше был, уже было бы неудобно. То есть, он, в принципе, и в карман влезет. В принципе, и держать его можно к нему привыкнуть. То есть, по размерам он прям вот реально на вот этой грани находится. Но за эти деньги это реально нормальная мобила. За эти деньги. Да, камера не самая крутая. Да, динамик такой простенький. Монозвучание. Но, блин, зато остальные характеристики нормальные. Зато 11 тысяч батарея и полная защита от воды. Хорошая комплектация. Чехол, пленка на экране. Быстрая зарядка. То есть, ну, кому нужен защищенник, при этом он не хочет тратить много денег, можно вот такой телефон рассмотреть для покупки. Это был обзор Aukitel WP35. Всем удачи, всем до скорых встреч и всем пока-пока. КОНЕЦ. Так, пока. КОНЕЦ.